Книга «Открытым оком», четвертый том, вопрос 1274. В годы советской власти очень много говорили о том, что православные попы – коммунисты, а дети у них – комсомольцы, что они приспособленцы к любой власти, и поэтому никак они не могут заботиться о благе церкви. Есть ли какие-то документальные доказательства, что это действительно так? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Отец Глеб Якунин, будучи депутатом Государственной Думы, работал в комиссии по расследованию сотрудничества священнослужителей с органами КГБ. Эти данные абсолютно неопривержимы и широко известны всему миру. Опубликованы клички архиереев и патриарха Алексия Дроздов. Открыто в этом сознался только один архиерей – Хризостом, ныне литовский. Дьякон Андрей Кураев тоже этого не отрицает, но никакого греха в этом не видят и покаяния не приносят. Вот только один маленький документ, подтверждающий, что эти слухи имели под собой основание. В комитет комсомола Алтайского государственного медицинского института имени Ленинского комсомола от студентки 545-й группы педиатрического факультета Войтковича Татьяны Николаевны. Объяснительное. Я являюсь студенткой 5-го курса, членом ВЛКСМ с 1977 года. На вопросы члену бюро комсомольской организации, института и факультета поясняю, что 5-го сентября сего года зарегистрировано в Дворце бракосочетания города Барнаул гражданский брак со студентом Московской духовной семинарии. После этого мы приняли религиозный обряд венчания, будучи уверена, что статья 52 Конституции СССР гарантирует гражданам свободу отправлять религиозные культы. Я никогда не скрывала своего социального происхождения и своих религиозных убеждений, и это не препятствовало мне быть примерной ученицей 22-й школы и студенткой института, о чем свидетельствуют почетные грамоты из школы и почетные грамоты райкома комсомола. А 19 апреля 1982 года моя фамилия была занесена в книгу почета института. Если участники беседы, проведенной со мной 27 сентября 1984 года, считают, что я за свои убеждения и принятый обряд венчания не достоин названия комсомолки, то Бюро Комсомола Института вправе решать вопрос о моем дальнейшем пребывании в комсомоле 28 сентября 1984 года. Это дочь отца Николая Ватковича, многолетнего благочинного церкви Алтайского края, имеющего все награды, какие только существуют в церкви. Прекрасная Таня, теперь матушка Татьяна, жена отца Олимпия. Саша и ее брат стал настоятелем Александра Невского храма в городе Барнауле, а когда он выписался из комсомола, неизвестно, и выписывался ли вообще. Как говорили в старину, и баска, и ласка, красиво и приятно. Это не частный вывих совести и перекос живота, а повседневное, узаконенное, оправданное лицемерие московской патриархии, и никем оно не было наказуемо. Это все плоды сергиевской ориентации, плоды туи сатанинской декларации, предательства церкви на слоеный пирог, воспевания властей и воинства. Все, что наторгуют, скорее причисляют на текущий счет номер 701813 города Москвы, а оттуда распорядятся и усилят еще инструкции благочинного. Сделать отчисление в фонд мира к этому великому празднику 1 мая, не позднее 30 апреля, как от общин, так и от духовенства и обслуживающего персонала. Исполнение этого мероприятия должно доложить мне не позднее 1 мая на благочине Войткович. И не вылезая из-за стола, Николай Павлович тут же пишет многостраничный отчет о проведении мобилизации за веру православную. Страница 4. Несколько на расстоянии от верующих рабочий поселок Тольменки держится обратившийся ИПЦ. Они собираются отдельно и имеют своим проповедником Лапкин Игнатия, образовав секту златоустовцев. Обидно одно, что из слов святителя Иоанна Златоуста они берут только выгодное для них и отвергают многое тайное, что требует исполнять православная церковь. И как тонко и заощренно подошел к тому, чтобы ему подчинялись, а не тому, что Бог говорит или святые отцы. Не надо догадываться, что имел в виду благочины под словом православная церковь. Это их безбожный дух. И как мне петь хвалу власти у такого пирога? Интересно, что когда по уставу уж никак нельзя не проповедовать, отец Николай выглядывает из алтаря и, сморщившись, говорит, «Ах, тут эти почитатели златоуст. Придется проповедь говорить. Это уж потом нам расскажут батюшки, которые были в алтаре и в тот же день пришли ко мне на дом вечером тайно, як и Никодимы». Субтитры создавал DimaTorzok